Следующая коллекция, кто-то ее уже продает, коллекция МОЦАРС, то есть это классическая пена, но здесь использованы опять же технологические особенности, за счет которых нам удалось достичь такой вот проработки, скажем так, вот этих тонких линий. Она не в верхней дальности? Да, в верхней дальности. Окей, можете посмотреть. Здесь особенность для коллекции в том, что применена инверсия, то есть есть синий фон, белая роспись и наоборот, есть аналогичный дизайн, есть синий фон, белая роспись на белом фоне. Этот дизайн для нас в самом городской дизайн студии. Во всех цветах? Да, практически все. То есть самый ходовый черно-белый, белый, черный, синий, розовый и кофейник. И кофейник. Есть розовый и зеленый, они без вакцированных цветов, но они без вакцированных цветов. И 4 парни. Цена на какой? Цена, по-моему, у нее такого креатива. Тысяча рублей. Тысяча рублей. Тысяча. Ее надо показывать. Ее надо в метре смотреть. Ее надо прямо очень хорошо подставлять, приятно. Так, следующая коллекция. Это коллекция Чили. Здесь также идет скомпинтированная печать. Она идет без компаньона. То есть также основана на невеске, потому что большинство цветов идут в белом форме. Такого вот формата. Плюс нанесен пигмент. Такой легкий. В основном комбинацию вот в белом. Для этого вот в белом. Они прямо синий, коричневый, бежевый, черный. Единственное, что мы на черном, мы немного поменяли местами. Там получается сам рисунок белый, а основа он черный. Как бы здесь, на этом этапе, тоже мнения разделены. Вот, кстати говоря, как я знаю, пошла по другому пути. Они выглядели ее не только вариантами, как наклеить на потолок. А на потолок надо, надо крупную плитку сделать. Создайте крупную плитку на потолок. У меня до сих пор люди страдают по этим плиткам. Да, я тоже спрашиваю. Вместо потолочной плитки хотят крупную плитку в обои. Да я вам честно говорю. Пошли в гуманские апои в крупную плитку. И вот они до сих пор ходят и просят ее детку. Если она еще будет в 3D-шном меряне. Да, конечно. Чтобы она выглядела сразу. Следующая коллекция это коллекция Sunflo. Это опять же контурный цветок. Решили как бы дополнить наше начинание с эмоцией. Но это уже сделанная парфоретная печать и простой перенавидов. Хотелось бы тоже понимание. Стоит ли развивать подобные направления или не стоит. Или это уже избито. Или это не нравится. Или сильно крупно. То есть ваши комментарии, замечания, предложения. Это уже не ноу-хау. Но до сих пор востребовано. То есть отклики по этой коллекции очень положительные. Черно-белый и бело-черный вариант, как обычно. Самые заказы. Мы шлей по мотивам лоры нашей любимой. Но техника исполнения очень отличается здесь. Более технологически сложный продукт. Если там все-таки некая абстракция, то здесь я вам рисую. Коллекция новая, совершенно новая. Нет статистики по ней продаж ничего. Хочется ваше мнение? Прошу каждого высказаться. Они с компаньонами, да? Да. Они с компаньонами. Там достаточно простой фон. Однотонный, да? Однотонный. Однотонный. С пигментом. С пигментом. Да. Это по-моему, в виде дождика. Да, в виде дождика. Нам посмотреть на фон. На фон посмотреть. На фон нарез. Нет. Прошу коллеги. Смотрите какие впечатления. Из всех цветов будет называться белый и черный. Я согласен. И белый. Но это у вас. И красный. Вот. Совершенно верно. А есть ребенок, где будет продаться красным. Есть такие ребенок. Классно. 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 Это новинка. Ей полтора месяца. То есть коллекция уже в принципе начала очень активно продаваться. Начиная от стандартных цветов вот этих бежевых. Классно. Вот. Заканчивая вот таким вот. Вот. Чтем. Красный. Причем здесь как бы тоже постарались сделать максимальную детализацию. Даже вот здесь вот листья, да, получается на ветке. И тут как бы сделали и лицевой стороной, и как бы теневой стороной, да. То есть, соответственно, здесь это все будет цель. Актуально это, не актуально. Нравится, не нравится. Такие замечания. Сложно зажать. А сложность в чем? В визуальном восприятии много? А тогда просто говорите впечатления. То есть, неоднозначно, да? Я думаю, такое не будет. Мелковато. Такой права. Не то, что мелковато. Либо фон к нему надо вообще тогда однотонный писать. Актуально, да. Актуально? Актуально. Вот здесь едет. То есть, это дождь, а стройка, да? Может быть, даже вот вторая и третья будут больше продаваться ниже первой. Вот, вот, так и я думаю. Вторая и третья, да. Леточки и фон. Да. А это вот, это очень... Ну, это для привлечения. Это много-много. Мелко и много. Сильно насыщен. Да. Как вставочка пойдет. Ну, вот как один из предполагаемых постребованных порядок. Вот так. Да. Первый отпадает вверх. А вот эти два нормально будут. То есть, больше все-таки нравится основной компаньон и фон. Да, да, да. Следующая коллекция, это также новинка коллекция Altavit. Здесь также мы применили инерсионные цвета. Поскольку некоторые видели, я привозил пробу в печать. Вот, и мы интересовались, а какой здесь нужен компаньон? В итоге какого-то однозначного ответа, на самом деле, никто не дал. Поэтому, как бы, пришли к такому мнению, что будем делать методы универсии. Без компаньона. Ну, это классическая... Ну... 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 Вот эти буквы мы увидели на тестом ресторане. Здесь идея в том, что не хватает какой-то детской, русской тематики. Ну... Можно было какие-то буквы цветные, да, сделать? Ну, вот это все, что показывано. Везде идет стандарт, светло, как бы скажем так. Светло-количество, да, для меня. А... 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 Более смелые, доходовые какие-то яркие какие-то, что-то еще что-то. Я тоже очень, дельте сейчас. И молодежь, ведь точно так же. То есть вы идете по стандартным цветам. Вот, что вот мы сейчас смотрим, да. То есть стандартные цвета, которые проверены, продаются. Ну, это понятно, да. Да, но все равно где-то отходить. Надо как-то чуть-чуть. Смотрите, практика показывает, что когда запускается коллекция, набирается 7-8 цветов. Через полгода мне остается 4. Как правило, это... Знаете, да, как это? Это бежевая оттенция. Ну, это основные. К сожалению. К сожалению. Вон это, примерно, возникла. Идея следующего компанионализации. Представьте себе фон, в котором нет вот этих больших цветов. Ну, вот эти вот желтенькие кружочки, меленькие плачлеи. Да. Да. Это жизнью? Это будет продолжение? То есть это можно будет комфинировать? Как типа сичек. Ой, фу. Дай бог. Нет, горошек, горошек. Да, горошек. Ну, не такой, как он. Ну, нечастый. Ну, нечастый. Ну, вот как здесь. Вот горошек, нормально. То есть здесь убираем цветы. Да, один горошек, да. Горошкам лучше будет. А вот эти оставляем маленькие. А в случае еще и третий горошек? Нет, нет. Один горошек. Один горошек. То есть убираем полностью цветы и ставим горошек. Да. Один горошек. Ну, можно же тройку сделать. Вот я говорю. Имеем очень хорошую, интересную коллекцию бойков. Очень востребовываем. Тройку ее можно все равно чередовать. В зависимости от возраста. Если детство будет. Вот с короткой тройка. Да, без полосы. Когда в детскую году. Обои раскраску надо сделать. То есть сделать недоконченные контуры, чтобы ребенок сам дорисовал. Вот еще спрашивают обои, на которых можно мелками рисовать. Вот уже у меня вот так. Или карантышами. Или карантышами, чтобы можно это все... Они увидят ценник кукол доски. Вот такие контуры. Обои на которых можно рисовать. А теперь рисованные рисунки, а? Возраст, на которых он рисует на обоях. Очень быстро правда. А розовый цвет у нас столько, что показывают практику. Крайне у меня, да? Что розовый цвет это крайне редко. Он не смотрит, где он любит. Сделай поделый цвет. Что такое розовый цвет? Да. Не смотрит, как поделый цвет. Возраст между теми розовыми цветами. Конечно сколько ты думаешь, что это совсем розовый. Это припудренный. Да, припудренный. Это даже не розовый цвет. Это тетяна. Фудоровый. Фудоровый. Да, это будет взросло-розовое. За тридцать. За тридцать. Здесь, в этой коллекции, которую вы будете рассматривать, я постоянно отношу к негативным сетям. Да, да, может быть. Вот это уже не будет. Ну что, у нас всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok